Покажи, покажи край плоской земли. А, не можешь, не можешь. Сколько мне подобных комментариев писали за все время. Но теперь подобное уже не актуально, так как зафиксировать край плоской земли может абсолютно, абсолютно любой человек. И мы продолжаем фиксировать край нашей плоской земли самолета. И это вообще не шутка. После фильма по результатам моей второй экспедиции моя сестренка, ее зовут Алена, привет сестренка, люблю тебя. Так вот, она частенько летает на самолетах. Ну и я ей говорю, если ты там летаешь где-то, то хотя бы, чтобы польза для изучения мироустройства какая-то была, доставай камеру и снимай. И Алена, наверное, впервые в своей жизни включила запись и начала снимать горизонт самолета. Я очень надеюсь, что многие люди последуют ее примеру и также начнут снимать горизонт. Блин, миллионы людей летают на самолетах. Миллионы. И самый прикол в том, что видео это она снимала на обыкновенный 15-й айфон. Ну, правда, у этого айфона есть весьма такой приличный 25-кратный цифровой зум. На свой говносамсунг я такое снять бы, конечно, не смог уж точно. То есть просто обыкновенный 15-й айфон. Без никаких объективов, без никаких инфракрасных фильтров. Но от этого и ценность этого эксперимента возрастает просто кратно. Потому что подобное может тогда заснять уже абсолютно любой человек, кто купил билет на самолет. Также в моей группе в Телеграме я ставлю ссылку на исходник этого видео. В свойствах видеофайла вы найдете всю необходимую информацию. Как видите, компания Apple очень ответственно подходит за слежкой вашего местоположения. Тут есть и координаты съемки, а также даже и точная высота съемки. Она нам как раз и пригодится. Ну и все остальные параметры камеры. Вот это оригинальное видео. Без какой-либо цветовой коррекции. И даже тут мы уже видим эту четкую линию горизонта. А если же поиграться с яркостью, контрастностью и другими параметрами, то можно будет добиться еще более четкого кадра, на котором этот горизонт и собственно сама Земля совершенно четко видна. До этих гор и за этими горами простирается самая обширная пустыня на нашей Земле. Это пустыня Сахара. И вот это все это направление через всю Африку. Конечно, при таких условиях съемки было бы идеально использовать инфракрасную камеру. И причем не с 950 максимальным инфракрасным фильтром для максимально палящего в зените солнца, но с каким-нибудь послабже. Там 700, 600 или даже 500. Иначе картинка будет совсем темной. Это потому что время съемки, а это очень важно. Это самое важное тут. Время съемки шло уже к закату. По местному марокканскому времени, а она пролетала тут над Марокко, было 18 часов вечера. Если бы она летела, когда солнце было еще в зените, то я уверен на 100%. Этот горизонт она бы уже не смогла зафиксировать на обычную камеру. И причем никакую обычную камеру. Потому что солнце попросту бы засветило горизонт своим инфракрасным светом. В своем фильме по результатам второй экспедиции я подробнейшим образом разобрал этот наиважнейший вопрос засветки солнцем нашего горизонта. Что способствует тем самым ограничению дальности видимости. Ну что ж, давайте сравнивать. Вот эти четко узнаваемые горы являются прекрасным ориентиром. По ним и будем смотреть. На этот раз я приложил максимум усилий, чтобы наиболее точно сопоставить реальный кадр с моделью шарообразной земли. Тут прям все пазы контура гор входят практически идеально. Кстати, в фильме по результатам моей второй экспедиции я допустил неточность наложения горы Каштантау. В итоге там будет не соответственно не 300 метров, а около 100 метров. Ну, как бы не особо принципиально, но тем не менее. Ссылку на разбор моей ошибки и как от этого истерили некоторые особо отшибленные цеховые, да да именно цеховые шароверы, я оставлю в закрепе. Там будет много смешных моментов. Так вот, как мы видим, линия горизонта на шарообразной земле проходит значительно ниже того, что мы можем зафиксировать в реальности. И как бы на этом можно было бы и закончить это видео, но я решил конкретно так заморочиться. Мне стало интересно узнать, а какое будет вот это расстояние на плоскости от падения кривизны на шаре и дальше. Вот этот отрезок, что мы можем наблюдать в реальности. Каково будет это расстояние? Но давайте по порядку. Я этот момент затрагивал еще в моем фильме по результату моей второй экспедиции на Эльбрус. Но думаю, это надо более подробно разобрать. На гугл планете Земля, где реализована шарообразная Земля в реальных масштабах, я обозначил несколько меток и линий. Вот эта метка Алена. Собственно, откуда Алена моя сестра и вела свою съемку. Это данные GPS-координат, которые были вшиты в свойства самого видеофайла. А вот этот большой отрезок, это расстояние в 385 километров. Это предел видимости для шарообразной Земли с высоты наблюдения в 11625 метров над уровнем моря. Эти данные также были вшиты в свойства видеофайла вместе с GPS-координатами. Далее вот это расстояние до этих самых гор, которые мы будем использовать как ориентир. До них от места съемки 131 километр. Соответственно, с помощью нехитрых вычислений от 385 отнимаем 131 и получаем 254 километра. Это уже и вот этот больший отрезок от этих гор и до горизонта. Это пределы видимости на шарообразной планете. То есть для наблюдателя самолета вот это расстояние, которое визуально как бы кратно больше. Но на самом деле это расстояние меньше вот этого небольшого кусочка визуального восприятия наблюдателя по перспективе. Мы должны понять и четко уяснить эту особенность нашего восприятия перспективы в 3D пространстве. Так как мы живем в 3D пространстве, таким масштабом в школах и университетах не учат. Потому что человека в луковой системе необходимо загнать в рамки ограниченной шарообразной планеты, где такие масштабы уже ни к чему. Соответственно, по геометрической прогрессии вот этот остальной кусок, который лишний для шарообразной Земли, он вообще будет уже кратно, кратно, во много крат больше этих обоих кусков вместе взятых. И вот вопрос, который я себе задал. Какое может быть конкретно расстояние вот этого самого дальнего куска? Как это можно понять? Давайте разбираться. Я не геодезист. Я не профи в инженерных программах по типу автокада и подобных. Попытаюсь это сделать так, как я это могу, в рамках моих возможностей и моей смекалки. Для этого нам поможет программа 3D Max 2025 года, в которой я сделал модель плоскости и наложил на нее карту Глиссона в реальных масштабах. То есть диаметр круга карты Глиссона составляет тут реальные 40 тысяч километров. Я не могу установить точную точку наблюдения, где летел этот самолет. Тут, разумеется, будет определенная погрешность. Но в рамках наших задач и наших масштабов эта погрешность будет вообще несущественна. Вообще особо тут и не важно, где ставить эту точку местонаблюдения. Плюс-минус несколько сот километров – это вообще несущественно в таких масштабах. Но тем не менее, как же было мной установлено местонаблюдение? От Гибралтара до местонаблюдения по карте примерно 261 километр. Значит, обозначим это расстояние также и в 3D Max. И установим высоту полета самолета в 11 625 метров от уровня моря. Соответственно, мы находим точку наблюдения. А далее прокладываем уже и следующий отрезок. И пускай он будет в виде красной позорной ковровой дорожки, стыда шарообразной Земли и всех академиков Академии мира. Эта красная дорожка есть не что иное, как то самое расстояние в 385 километров. То есть, вот тут уже будет предел видимости для гипотезы шарообразной планеты. Далее на вот этом замечательном сайте высчитываем профиль высот вот этого самого горного массива, который является нашим ориентиром. Тут даже можно скачать подробную таблицу в Excel. И выясняем, что максимальная высота составляет 2679 метров над уровнем моря, а минимальная высота 1380 метров. Далее в 3дмаксе создаем объект с параметрами этого горного массива. Но высоту этого прямоугольника я сделаю не с максимальной высотой. Я поставлю значение в 1 километр 679 метров. И сделаю это так потому, что сама по себе Африка является очень высоким по средней высоте суши континентом. Область вокруг этих гор соответствует высоте примерно 1 километру. А эти горы, как мы выяснили по графику профиля высот, вообще начинаются с 1 километра и 380 метров. Соответственно в 3дмаксе мы создаем еще один объект имитацию суши и устанавливаем значение высоты равным 1 километру. И уже поверх этого 1 километра мы водружаем уже и сам этот горный объект высотой еще на 1 километр 679 метров. Таким образом высота этого горного массива у нас будет составлять те самые 2 километра 679 метров от уровня моря, как и на карте от Google планеты Земля. Безусловно, тут будет присутствовать определенная погрешность, но даже неточность в несколько десятков или даже пару сотен метров не сыграет абсолютно никакой принципиальной роли в проверяемом нами масштабе. После этого мы его и переносим уже на расстояние в 131 километр. Это и будут наши эти горы. Далее нам остается лишь сравнить и сопоставить то, что было бы возможно наблюдать на плоскости. И самое главное, как высоко выглядел бы горизонт на плоской Земле с диаметром круга 40 тысяч километров. И как это соотносилось бы с тем, что моя сестра Алена засняла в реальности. И тем, что можно было бы наблюдать на шарообразной Земле в модели от Google планеты Земля. И мы наблюдаем, что верхняя линия этого прямоугольника полностью доходит до высоты самых высоких пиков этих гор. А также линия горизонта на шарообразной Земле также полностью соответствует проложенной нами ковровой дорожке в 3D Max. Это значит, что мы сделали все правильно. Линия горизонта и конец этой позорной ковровой дорожки почти идеально совпадают. Если мы приблизим, мы можем тут обнаружить некоторое совсем небольшое несоответствие. Но также надо понимать, что эта позорная красная ковровая дорожка постелена на плоскости. А это расстояние уже на шарообразной сферической модели. И естественно, сферическая модель на таком расстоянии и должна немного не совпадать с тем, что можно постелить на плоскости. Так как на плоскости нет сферической поверхности и нет тем самым этих сферических искажений. И тут даже сама линия горизонта, она кривая. Это потому, что на шаре на 11 километрах горизонт уже должен заметно искривляться. Но в реальности еще никто подобного не зафиксировал. Смотрим далее. Линия, возможно, даже истинного горизонта. И она удивительным образом, по удивительному стечению обстоятельств, идеально, ну просто идеально совпала с реальной съемкой моей сестры. То есть симуляция плоской карты в реальных масштабах в 3D Max и горизонт на ней практически идеально соотносится с тем, что мы можем наблюдать в реальности. Удивительное совпадение Ли. Соответственно, я могу сделать вывод, что вот это вот, казалось бы, совсем небольшое расстояние, небольшое пространство на первый взгляд. Но с учетом перспективы, это колоссальное расстояние, которое соотносится с тем, что можно увидеть в симуляции плоскости в 3D Max в реальных масштабах. То есть это конец карты, на которой изображена плоская земля. И что уж тут мелочиться. Давайте же померим это расстояние. Забьем гвоздь в этот гроб вымышленной шарообразной фантазии. Кстати, пламенный привет академикам из Российской Академии Наук и всем остальным их зарубежным коллегам и соратникам по внедрению. Осознанно или же неосознанно, это особо не имеет значения. Этой шарообразной пропаганды массовой лжи. Населению всей нашей земли. Живите теперь с этим осознанием. Это расстояние будет равно примерно 18 550 километрам. И это и называется условие аномальных миражей. Условие аномальных миражей. То есть у вас дальность горизонта становится неограниченной. Вообще. То есть у вас дальность горизонта становится неограниченной. Вообще. То есть можно в Америку посмотреть? Да, да. То есть луч может наматываться на землю. То есть можно в Америку посмотреть? Да, да. То есть луч может наматываться на землю. И причем это будет даже дальше, чем пределы антарктического кольца по карте Глиссона. Соответственно, можно сделать и следующий вывод, что земли за антарктическим поребриком все же какие-то, но есть. Собственно, на карте Монта Урбана эти земли даже немного показаны. Земли, а также и внешний океан. И да, нужно отметить, что 18 000 это минимальное расстояние. Так как нужно понимать, что по перспективе там каждый микрометр это дополнительные тысячи километров. А помимо этого, этот эксперимент, который сделала моя сестра, важен и в другом. Вот видите эти линии рельефа? Так выглядят горы на большом удалении. Но ровно то же самое я показал и в своем фильме по результатам моей второй экспедиции на Эльбрус. Я напомню, на 5000 на горизонте были зафиксированы также некие линии рельефа. Это не могли быть облака, так как в том направлении на сотни тысячи километров было безоблачно по прогнозу погоды в тот день и в ту ночь. Это не могло быть и глюком камеры, так как спустя 37 минут, когда солнце встало, эти линии рельефа также остались на своем месте. А что может остаться на месте? Только то, что неподвижно. В том направлении эти линии рельефа могли быть лишь горными системами Азии. Горами Таньшаня, Памира, Каракарума, Гиндукуша и Гималаев. А также горизонт, который еще выше всех этих горных систем. Тут также мы можем наблюдать линию истинного горизонта нашей Земли. В эксперименте, который сделала моя сестра, мы также видим эти линии рельефа. Именно так должны выглядеть горы. За тем исключением, что эти горы гораздо кратно меньше азиатских гор. Но и расстояние тут гораздо меньше. Но именно так должны выглядеть горы. Горные системы. Поэтому это является дополнительным подтверждением, что 18 августа на 5000х с Эльбруса мной были зафиксированы именно эти азиатские горные системы. Всем любви и хорошего настроения. Мы прорвемся.